Собаки с сережками появились на наших улицах. Чипы указывают, животное привито и стерилизовано, а значит не агрессивно. С первой варя в стране действует программа по работе с бродячими животными. После стерилизации их обязательно возвращают в места обитания. Это и гуманно, и не нарушает экологический баланс. Как программа работает в округе, сейчас расскажем. Дворняги от слова двор. А для этих пцов двор целый городок. Излюбленное место обитания площадью местного магазина. Взрослые дети собак подкармливают и охотно с ними играют. Бегают они здесь давно уже, с лета. Но они добрые, игривые. Мы их кормим всегда. И при этом никакой опасности. Недавно на ушах четвероногих появились зеленые клипсы. Для людей это знак. Пес поставлен на учет, а значит привито и стерилизован. Животное вводится подкожный чип. Ягла прокалывает кожу. В этой игле находится микрочип. Вот как он выглядит. Они его не чувствуют, потому что у любого животного есть обильная подкожная жировая клетчатка, в которой находится этот микрочип. Чип – практически паспорт, медкарты и маяк геолокации хвостатого. Уживляют устройство на специальной базе в Смирновке. После отлова бездомное животное наблюдают, прививают, оперируют и чипируют. За день через хирургический стол проходят до 15 животных. Затем несколько дней реабилитации и возвращения на прежнее место обитания. Это диктует закон и обязательные условия программы по работе с бездомными животными. Во-первых, не нарушается экобаланс места. Во-вторых, свои собаки защитят территорию от чужаков. Делается в основном для того, чтобы пришлых собак не было. То есть у собак поделена территория, и собака, которая на этой территории находится, ее уже и жители знают, и собаки все друг друга знают, и нет у них там грозни никакой. Работа по надзору за бродячими животными курирует муниципалитет. Служба оперативно реагирует на каждый сигнал. Только за прошлый год в Клину простерилизовали и вживили датчики в трем сотне бездомных собак и кошек. Специализированная подрядная организация в этом году – это фонд помощи животным, дарящий надежду, по заявке от жителей выезжает на место отлова. Убедившись в том, что собака или кошка не имеет хозяина, соответственно, не имеет ошейника, животное направляется в пункт передержки. После проведения операции выпускается в прежнюю среду обитания. Так что теперь всех бездомных собак и кошек в обязательном порядке ждет медобслуживание и чипирование. Именно так уже позаботились о своих животных жители Клин-9. Тем самым защитили их от болезней и снизили риск агрессии. А заявки на стерилизацию и чипирование четвероногих принимают через портал Добродел или по телефону 58093. Анастасия Галкина, Иван Першин, Никита Кистанов. Новости дня.